22 сентября в разных городах россии прошли митинги по поводу пенсионной реформы сегодня поговорим об эффективности этих акций с нашими гостями доктор философских наук попов михаил васильевич здравствуйте здравствуйте опишите эффективность митингов против пенсионной реформы организуемых к прф и другими силами ну надо сказать что все эти митинги они рассматриваются как некие протестные действия поэтому я бы поставил вопрос более общо какова эффективность вообще протестных действий протестные действия действия которые состоят в том чтобы протестовать возмущаться выступать против того что делается значит есть некая есть сила позитивная которая что-то решает а есть люди которые против этого решения выступают какова эффективность таких акций как вы понимаете Вот есть вода, а есть препятствие этой воде. Есть какое-то движение, а есть препятствие этому движению. То есть вот здесь получается, что митинги выражают собой и представляют собой некие препятствия. Насколько эти препятствия серьезные, насколько они глубокие, могут ли они остановить то действие, препятствием которому они собираются быть. Ну, я думаю, что первое, что мы должны сказать, что вообще эти люди выходят на митинги и дают свою оценку действиям правительства, государства, его самых высоких чиновников, это само по себе хорошо. Потому что это способствует тому, что люди начинают разбираться в вопросах политических, они не стоят в стороне, а они самостоятельно совершают действия. И это позитивно. С другой стороны, если это действие состоит в том, чтобы чему-то мешать, то, как известно, те люди, которые совершают действия, убирают помехи на своем пути, что мы и наблюдаем. То есть применяется сила для тех, кто какие-то делает нарушения. А если эти нарушения не делаются, то создаются некоторые неудобные ситуации. Если, например, направляется этот митинг туда, поскольку предлагается такое место, где притока народа будет или мало, или меньше, чем могло бы быть, или, там сказать, с улицы никакие зеваки туда не присоединятся и так далее. То есть, скажем, в ходе этих митингов, можно сказать, что очень многие люди наивные политически убеждаются в том, что у нас в России осуществляется диктатура буржуазии. Если взять эти митинги в целом, то я думаю, что тот человек, который следит за этими митингами, он в этом может убедиться. А что такое диктатура? Это власть не ограничена никакими законами. А что, значит, не ограничено никакими? Ну, если нужно будет новый закон, у вас есть сомнения, что этот закон будет принят? Нет сомнений, правильно? Потому что, скажем, Единая Россия, как главная партия буржуазии, имеет две трети мест в Думе. Значит, поэтому это будет гарантировано. Поэтому сами по себе какой-то опасности большой эти митинги не представляют, они могли бы представлять известную опасность, если бы там на эти митинги вышли многие миллионы людей. Это, конечно, качественно изменило бы ситуацию. Во-первых, с такими митингами так бы уже не обращались. Потому и нельзя такие митинги никоим образом не разогнать, не перекрыть и так далее. Но, если эти митинги будут, даже если выйдет десятки миллионов, представьте, 100 миллионов людей выйдет, которые только против и ни за что за, и все останется в том же самом положении. Нет никакого другого законопроекта. Нет никаких предложений. И вот я наблюдаю уже за третьим таким митингом из крупных, который у нас проходил в Санкт-Петербурге. Но вот на двух предыдущих было два выступления одного и того же человека, товарища Бобинова от профсоюза действия, которые выступали за шестичасовой рабочий день. За то, чтобы сократить время, раз уж удлиняется время в годах, время работы в годах, то если мы сократим рабочий день, то число часов не будет таким большим. Оно и так у нас превышает. И число часов, которое вырабатывает человек во Франции и в Германии, превышает время работы российского работника. Поэтому еще собираются увеличить. Значит, надо наоборот. Если вы на самом деле не просто против, а вы не просто протестуете, а хотите это нейтрализовать или даже улучшить ситуацию, то для того, чтобы улучшить ситуацию, остается сейчас один путь, а именно переход к шестичасовому рабочему дню. Прошлую субботу мы были на митинге в Удильном парке, и количество людей для Санкт-Петербурга было очень мало. Не говорит ли равнодушие людей в пенсионной реформе о том, что люди в целом живут хорошо? Нет, не говорит. Просто люди, так сказать, уже отчаялись очень многие, не верят ни во что. И вот эта ситуация связана с тем, что они чувствуют себя в безвыходном положении. Они протестовать-то могут, но не видят в этом никакого смысла, а позитивной картины им мало кто дает. Вот кроме там ряда выступлений, которые были на Ленру и в некоторых других местах, в основном звучит один. Давайте протестовать. Ну против, против. Так все и так знают, что, кто не знает, что 80 и более процентов против по всем опросам. Это знает правительство, это знает президент. Поэтому митинги, которые сводятся только к тому, чтобы сказать, что мы против, они не могут собрать много людей. Потому что надо-то расставить задачей митинга, что чего-то созидательное, что вы будете требовать. В чем состоят требования тех людей, которые приходят на этот митинг. Не в том, чтобы ругать просто, так сказать, ту систему, которая есть, и тех людей, которые есть, или, скажем, менять этих людей. Вы же прекрасно понимаете, что можно поменять президента, правительство, правительство, можно поменять руководство, скажем, в каждом округе, в каждой области, в каждом городе. И вся система та же останется той же, потому что вы тем самым не трогаете саму основу. Капитализм вы не трогаете. Эти митинги у нас не получаются. Пока проходят, хоть если бы они были антикапиталистические митинги, тогда это было бы другое. Но антикапиталистические митинги, если они просто анти, они не за социализм и не за коммунизм, они тоже никакого позитива дают. Но я могу быть против капитализма, потому что я неудачник при этом капитализме. Я хочу вот такой капитализм, где я бы получил бы миллиард долларов. Вот я за такой капитализм. Поэтому само по себе направление такое, так называемое протестное, кто это выдумал? Вот представьтесь, возьмите историю революционного рабочего движения. Не против все было, а за что-то. Были там за парламент, за республику, чтобы снять. Они просто, давайте снимем царя, ну давайте поставим другого царя. Сколько царей убивали, сколько, так сказать, они сами умирали, у нас все время они менялись. Но если вы просто будете эту дурную бесконечность проверять, то это ни к чему не ведет. С этим связана некоторая апатия у людей, потому что они не видят еще выхода из этого. А они не видят, потому что, скажем, та партия, которая знает этот выход, она еще пока маломощная, скажем, выступление той же самой рабочей партии России. Я бы не сказал, что они очень, так сказать, слышны на нашем горизонте для всех трудящихся. Потому что они до трудящихся в значительной мере не доходят. Другие сводятся все дело к тому, чтобы сказать, что они против. Да все и против, но в основном-то все против. Не кажется ли вам, что линия акций с основным посылом против или требования отставки того или иного чиновника заведомо являются проигрышными, поскольку плетутся в хвосте принимаемых властью решений и являются лишь вялой реакцией на них? Неэффективно ли было бы такой большой партии, как КПРФ, самой формировать позитивную повестку действий, а не ждать, когда власть примет очередной антинародный закон? Ну, конечно, было бы эффективно, но такая, так сказать, партия, большая вроде бы, она совсем не мощная, потому что она даже не может в своих рядах найти таких людей, которых можно, так сказать, выставить в качестве фигур. Потому что то, что было с выдвижением Грудинина, это значит, что КПРФ выдвигает миллионера. Но если КПРФ выдвигает миллионера, который никак свои счета за границей не может пересчитать и слитки золота, то что вы хотите от такой партии? От нее нельзя ожидать, чтобы она что-то положительное предлагала. Она что, думаете, не знает, что есть предложение бороться за 6-часовой рабочий день? Она знает, но это ее не устраивает, она не хочет за это бороться, потому что это действительно серьезные изменения. Для этого надо людей, для этого надо этим заниматься, для этого надо аргументировать, для этого надо организовывать коллективы. То есть надо не только парламентской работой заниматься, а работать с трудовыми коллективами. Что КПРФ не делает, не работает, она сокращается, как партия. А на партии, которая выступает за народовласть, это хрущевцы, которые продолжают ту линию, которая привела к падению Советского Союза. Что вы от нее хотите? Кроме акций в Удильном парке, на Невском, ну и других местах часто проводились одиночные пикеты. Как вы считаете, есть в этом смысл? Да, конечно, есть смысл во всем, во всех таких выступлениях есть смысл. Они будут народ спящий и заставляют его об этом хоть задуматься. Даже если люди об этом задумаются, и даже они не согласны с такой формой выступления, ну думайте о другой форме, думайте, как сделайте лучше, сделайте хорошо, подготовьтесь лучше, выступите лучше, организуйте лучше. А тем людям, которые так выступают, скажите спасибо. Я думаю, что несмотря на ту критику, которую я вот даю вот этим акциям, я все равно не хочу сказать, что они не нужны или они вообще отрицательное явление. Это положительное явление нашей жизни. Положительное, но слабое. Но от слабого надо идти к сильному. Относительно согласованности акций протеста. Некоторые активисты считают, что договариваться с властью это стыдно. И действительно, трудно представить себе, как большевики сто лет назад согласовали бы свои акции с царским или временным правительством. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что большевики были в такой революционной партии, члены которой шли и на то, чтобы сидеть в тюрьме. Ленин же просидел один год в тюрьме, вот у нас, если вы возьмете, на шпалярный, как вы, с моста литейного свернете и направо. А вот там, вот та тюрьма, в которой год просидел Ленин и писал там своим родственникам, что он делает зарядку, наклоны делает, чтобы чувствовать себя. А потом его отправили в ссылку на три года. Он, правда, в этой ссылке не эскиз, как некоторые товарищи у нас, если вы кого-нибудь куда-нибудь отправили. А он там написал хорошую книгу «Развитие капитализма в России», замечательный, том-третий, полного собрания сочинений. А писать ему было непросто, потому что все материалы ему присылали по почте с опозданием там несколько месяцев. Но он, как человек идилектичный, он читал, так сказать, по мере поступления. Он никогда не читал свежую газету, а пока не просчет предыдущую. Вот если придет ему посылка, он читает. И Сталин, как говорится, вы знаете, по тюрьмам посылка, и другие революционеры. А у нас появились новые типы революционеров, они что-то могут сделать только при гарантии полной, так сказать, безопасности. Ну, я думаю, что в революции такое дело, что всякое может быть, что придется, может быть, и пострадает за интересы народа. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. До свидания. До свидания.